О подготовке к Новому году говорили сегодня на традиционном совещании главы Чувашии с правительством республики. Оставшаяся неделя – особое время для властей, служб жизнеобеспечения, силовых структур, социально-культурных работников. Чем занять народ в течение рождественских каникул, как обеспечить безопасный отдых – тема для плодотворной работы. Новогодней кампании уже дан старт. В столице Чувашии начались массовые гуляния. В рамках новогодних рождественских праздников в течение декабря и января в городе пройдет более 500 конкурсов, акций, культурно-массовых и спортивных мероприятий. 22 декабря на Красной площади состоялся городской праздник, в котором приняло участие более тысячи человек. Программа была рассчитана на все категории горожан. Состоялся детский праздник, молодежный шоу-проект «Танцы на льду». Была открыта резиденция Деда Мороза, был организован фейерверк. Во всех учреждениях культуры с 20 декабря начинаются новогодние утренники, концертные программы для старшего поколения, театрализованные постановки и вечерние дискотеки. Как известно, каждый праздник – это чья-то работа. Организацией новогоднего отдыха для детей и подростков занята вся отрасль образования – Министерство культуры, Минздрав, соцразвитие. Помимо традиционных елок, в дни каникул будут проходить концерты, спектакли, масса спортивных мероприятий. Глава Чувашии напомнил, дети должны больше времени проводить на свежем воздухе. Благо, погоду обещают подходящую. Оставшиеся морозные дни надо использовать для подготовки катков там, где это еще не сделано. Михаил Игнатьев также попросил держать под контролем цены на прокат спортивного инвентаря. Большая нагрузка в эти дни ложится на МЧС. Все службы уже переведены на усиленный режим работы. Несмотря на то, что имеется снижение количества пожаров на 35% к уровню предыдущего года праздничных мероприятий, среднесуточное количество пожаров за последние пять лет именно в этот период возрастает в полтора раза. Связь работает устойчиво. ЕДДС в ежедневном режиме два раза в сутки идет проверка. И все 26 муниципальных образований, диспетчерские службы, они соответствуют сегодняшним требованиям. Руководители всех структур и учреждений еще раз просветили на предмет того, как и что необходимо делать, чтобы не возникало нештатных ситуаций. Муниципалитеты предпринимают собственные меры, чтобы предотвратить возможный ущерб от увлечения граждан пиротехникой. Организовано более 20 мест торговли. Эта информация прошла в средствах массовой информации. И мы, как я уже отметил, утвердили 70 мест для проведения фейерверков. Эту информацию мы на этой неделе еще опубликуем в средствах массовой информации, дадим ее по радио, в газетах, по телевидению. Глава Чуваши еще раз заострил внимание на обеспечении бесперебойной работы транспорта и своевременной уборке магистралей, как городского, так и междугороднего значения. На смену морозам придут снегопады. Обычное зимнее дело. Значит, технику на федеральных трассах, несмотря на праздники, вы давайте тоже, как бы мы тренинги проводили там, тренировки проводили, тягачи, чтобы стояли, пробок не образовывалось. Это влияет на инвестиционную привлекательность. Поэтому еще раз я, хотя вы знаете, еще раз напоминаю, что и по городу Чебоксары транспорт, все должно работать. Минспорт у Чуваши готовится к предстоящему командному чемпионату Европы по легкой атлетике. Необходимые документы, а главное, план мероприятий разработаны и направлены в соответствующие ведомства для согласования. Среди неотложных дел привести в соответствие с международными требованиями гостиничный фонд Чебоксар и, наконец, достроить Сувар-отель. В реконструкции нуждается и призывной пункт республиканского военкомата в Канаше. В здании 1971 года постройки ни разу капитально не ремонтировалось. В здании находятся кабинеты врачей-специалистов, администрации сборного пункта, пунктов питания, помещения для размещения призывников, общежития, изолятор, медпункт, других помещений, необходимых для обеспечения работы администрации сборного пункта. В здании призывного пункта находятся федеральные собственности. И военком Чуваши направил в течение последних лет более 30 обращений в различные структуры. Но Минобороны было явно не до того. Сейчас это особенно хорошо понятно. Военком надеется, что со сменой руководства ведомства вопросы тыла будут решаться положительно. Глава Чуваши предложил для усиления экономического эффекта включить капитальный ремонт призывного пункта в перечень мероприятий к столетию чувашской автономии. Для этого надо собрать все необходимые документы и направить их в федеральный оргкомитет. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Надежда Яковлева, Республика.